Перед началом нашего сегодняшнего влога хочу порекомендовать вам уникальное изобретение маску для подводного плавания Изи Бриз. Изи Бриз позволит вам насладиться красотами подводного мира, простота использования и невиданное ранее удобство. В отличие от классической маски, в Изи Бриз вы сможете дышать не только ртом, но и носом. Открой для себя новый мир, легко и просто. Переходи по ссылке в описании и заказывай маску Изи Бриз. Цена тебя приятно удивить. Привет народ, привет YouTube, с вами снова Ян Ларос. Вчера прошла новость такая по поводу Крыма, которая некоторых жителей Крыма привела в шок и вызвала даже небольшую панику. Я имею ввиду новость о том, что в течение суток должно произойти крупное землетрясение. И по мнению некоторых ученых, землетрясение может быть такой же силы, как пресловутое крымское землетрясение 27-го года. Напомню, что в 27-м году в конце лета произошло землетрясение амплитудой под 9 баллов, в результате которого было уничтожено практически 70% от всех зданий, находящихся на тот момент в Крыму. Пострадало много людей, погибло, слава богу, всего лишь трое человек. Жертв, конечно же, могло быть в десятки, даже в сотни раз больше. Но вот по счастливому стечению обстоятельств этого не произошло. Самое смешное и самое интересное, хотя да, смешного здесь мало чего есть, самое интересное, что вся эта информация основана на одном таком интересном явлении, которое пока что научно не доказано и не является каким-то таким признаком, да, прямым признаком землетрясения. Но, тем не менее, ученые всего мира сходятся к тому мнению, что этот признак работает. Дело в том, что перед серьезными землетрясениями на небе формируется определенный рисунок, рисунок облаков, который в челточности повторяет рисунок дна морского в том месте, где эти облака появляются. И вот вчера такие вот облака были зафиксированы в 30 километрах от ЮБК. Именно по этому признаку и сработали те ученые, которые вот эту гипотезу выдвинули. Позже в МЧС сообщили, что никакого землетрясения, скорее всего, не будет. Очень интересная формулировка. Но призвали жителей и гостей Крыма все-таки быть немножко на чеку, потому что Крым это сейсмоопасная зона и землетрясение здесь может произойти в любой момент. И на самом деле землетрясение здесь происходит постоянно, по нескольку раз в год. Но, как правило, землетрясения очень незначительные. Сила их абсолютно несерьезна. И в большинстве случаев жители просто даже не замечают эти землетрясения. Однако, вот такая вот предосторожность и такая информация прошла. Прошла по СМИ, прошла по местным сайтам. Если обращать внимание на эти сообщения, то землетрясение должно произойти буквально в течение ближайших нескольких часов. Если на это сообщение внимания не обращать, то можно спать спокойно. Я считаю, что панике, конечно, поддаваться не нужно. Но, тем не менее, учитывая, что все-таки сейсмоопасная зона Крым, стоит соблюдать определенные правила. Ну, например, подготовить документы и хранить их где-нибудь в отдельном пакете, я не знаю, в отдельной сумке вместе с какой-то суммой денег, чтобы в случае, если, не дай бог, начнет трясти, не сегодня, не завтра, может, через месяц. Ну, в любой момент вы могли эту сумку схватить, выбежать. Ведь, как показывает практика, очень много проблем после землетрясений происходит как раз из-за того, что люди теряют деньги, теряют документы, потом все это приходится восстанавливать. И если там паспорт какой-нибудь восстановить, то не проблема. Но когда восстанавливать приходится, как говорится, огромное количество документов, это лишний геморрой, который никому не нужен. Вместе с тем, есть еще такая информация, что это специально, чтобы сорвать сезон, вот такие инфоповоды создают нечистые на руку ученые, нечистые на руку журналисты, нечистые на руку лица, которые распространяют данные слухи. Как оно есть на самом деле, естественно, мы с вами не знаем. В прошлом году тоже, в разгар летнего сезона, но только чуть пораньше. Где-то в июне шли сообщения о том, что может произойти страшное землетрясение. В общем, будем следить за развитием ситуации. Единственное, что я могу добавить, что небо действительно немножко странно. Вот я сам на него смотрю сегодня целый день. Ну, помимо того, что резко похолодало, рисунок облаков действительно не такой, как всегда. Хотя здесь я в Крыму уже практически полгода. Не знаю, посмотрим. В общем, завтра у нас будет очередной влог. И если он будет, то значит все хорошо. Хотя, даже если все будет плохо, он все равно будет. Все, друзья. Вот такая информация, которую я хотел до вас донести. Очень надеюсь, что никаких землетрясений, никаких цунами не произойдет. Но все-таки буду наставить на том, что раз уж мы все с вами живем или отдыхаем в Крыму, нужно быть к таким вещам готовым. Зайдите в Google, почитайте какие-то статьи по поводу того, как надо себя вести в случае землетрясения. Я не эксперт, я не знаю. Поэтому всем вам любви, счастья, здоровья. Ни в коем случае не паниковать, но соблюдайте определенные меры предр... Вы поняли. Все. Всем спасибо, всем удачи, счастья, здоровья. Это я уже вам желал и говорил. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайк. И ждем завтрашний влог. Я вам расскажу, было все-таки землетрясение в Крыму или нас пронесло. Всем пока.